как наполняться энергией отвечаю и видите даже не задумываясь сам практикую потому что методов хватает и так сегодня я хочу вам дать целую лекцию первое хастрико занимайтесь хастрико это за это улучшит вас энергией физического плана как заниматься хастрикой показываю активно дышите при этом выпячиваете и втягиваете живет приблизительно так после этого делаете выдох и считайте до 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и вдыхайте носом и снова делайте так утром и вечером если делать так утром и вечером от 1 до 3 минут то помолодеете уйдет болевое ощущение изменится состояние здоровья улучшится самочувствие вообще будете себя очень хорошо чувствовать второе улучшить психологическое психо эмоциональное состояние когда вы ложитесь ночью спать когда вас никто не видит и вы выключаете свет то вы обычно делаете так берете сотовый телефон начинайте играться в сотовом телефоне когда вы его выключите этот сотовый телефон кстати хочу сказать что сотовый телефон более всего заполняет негативом вашу жизнь и забирает у вас вашу хорошую судьбу ладно это неважно это когда вы ложитесь спать отложите телефон лягте как вам удобно и с открытыми глазами произнесите слова все что было плохое в моей жизни отдаю тем кто хотел сделать или кто-то кто делает со мной плохое забирайте и все хорошее что было в моей жизни посвящая богу порядка богу порядка что такое бог порядок для эзотериков которые занимаются эзотерикой бог является богом который создает порядок надо же какой порядок как же невидивое искушение избави от лукавок какой же порядок если вокруг один бардак так вот эзотерика в моем понимании она или эзотерики которые обучаются у меня они верят в бога порядок что это за бога порядок это некий порядок который создает бог когда рождается человек по нашему замыслу эзотерическому каждый человек рожден на земле для того чтобы испытать максимальное удовлетворение удовольствие от жизни перед своей смертью то есть человек прожил получает удовольствие и перед жизнь после своей перед своей смертью получает тотальное удовлетворение бог создал человека для того чтобы человек как в раю получил 100 удовольствий 100 радостей и завершил все полным удовлетворением своей жизни то есть это наш порядок но из-за того что вокруг существуют нечестные люди хитрые живые это все создает беспорядок который приводит человека к тому что с ним происходит поэтому когда человек говорит я это посвящаю богу порядка он посвящает тому что чтобы в его жизни был порядок чтобы его жизнь таким образом упорядочена что в жизни было счастье вот так кстати как сделать так чтобы во всем мире было счастье у людей послушайте не надо было выдумывать тысячу и один принцип это было так сложно вообще знаете что тысячу и один принцип очень сложно и тотально сложно и тотально сложно наверное соблюдать там тысячу законов ману там 7 грех грехов там 17 законов там и так далее это все так сложно их так много вообще читая какую-либо религиозную ритм литературу ею очень уважаю если честно я это честно то всегда знакомишься с огромным количеством законов но дело в том что законы эти сводятся к двум принципам двум двум принципам счастья людей на земле первое вот было бы хорошо если бы люди не хитрили ведь все остальные смертельные грехи являются сопутствующими слову хитрость смотрите не убей схитрил не укради схитрил не лгис не хитрый то есть послушайте есть одно слово зачем если было бы так любая хитрость и любая ложь в ад попадешь любая хитрость любая ложь в ад попадешь то мир был бы идеален вообще идеален второй закон первый закон дуйко для счастливой жизни людей на земле первый закон звучит так не хитри жизнь будет идеальная и второй закон дуйко звучит так если есть выбор быть добрым или быть злым выбирай доброту то есть будь добрым вот смотрите какая была бы жизнь если бы люди в тот момент когда хотят наорать промолчат когда хотят кому-то замечание сделать промолчат когда хотят кому-то там швыркнуть жиркнуть кидануть или чуть не сделают этого мир заключается в том чтобы проявлять любовь а любовь заключается не в том чтобы говорить я тебя люблю а в том чтобы когда хочешь на хамить промолчишь когда хочешь использовать сам сделаешь когда хочешь погладить сделаешь и не будешь стесняться Когда появится любовь, будешь безвозмездно заботиться. Эта любовь, она больше вас той, чем ой, люблю, люблю. Кому нужны эти слова? Любишь, ухаживай, любишь, заботиться. Люди, которые ухаживают за своими детьми ДЦПшными с самого их рождения до самого позднего возраста, они ангелы на этой земле. Они ангелы. И они могут, вот такие люди, они святые. Я таких людей воспринимаю и приравниваю к рангу святых людей. А тех, кто болеет, тоже святые. Поэтому формула энергии, еще есть третья формула энергии, она звучит так. Утром, когда вы проснетесь, сядьте, и когда вас никто не видит, улыбайтесь. Почему? Смотрите, жизнь устроена по принципу коммуникации. Ребенок улыбается маме, мама тянет к нему ручки. Если вы улыбаетесь и вас никто не видит, кому вы улыбаетесь? А твой чаю, в Богу улыбаетесь. Если улыбаться Богу, он вас видит. Поэтому для того, чтобы Бог на вас обращал внимание, смотрите, как все устроено. Чем больше человек кривится, тем больше бесов будет. Почему? Когда человек кривится, кого он зовет? Бесов зовет. Бесов, подселения, порчи сглаза, ненависть там и так далее. Это все перекривленные мордочки. Что вам, когда никто не видит, даже скривленный ходит такой? Тогда что нужно делать? Научите себя улыбаться, люди. Научите улыбаться, когда вас никто не видит. И обращайте свои улыбки к Богу. Сидите просто и улыбайтесь. Это даст везение и нереальную энергию в жизни. Потрясающую, огромную. Взрыв энергии просто. И здоровье, и успех, и счастье, и радость. Все будет. Будете болеть, если заболеть вместо 30 дней, 5 дней. Вот такие формулы энергии. Продолжение следует...